Овсяные печеньки Полторы чайные ложечки корицы Одна чайная ложечка разрыхлителя Пол чайной ложечки соли 100 грамм сливочного или растительного масла Три четвертых стакана белого сахара И пол стакана коричневого сахара Все, кто хочет избежать этого, может заменить это на сахарозаменитель Два яйца Две чайные ложечки ванилина Почти стакан шоколадок Чокла чипс И почти стакан изюма Начнем Для начала Они нас просят измельчить Стакан овсяных отрубей Но так как я не хочу их измельчить Я уже использую овсяные отруби Я возьму стакан овсяных отрубей И три с половиной стакана овсянки Начнем Для начала я залила мой изюм Горячей водой Чтобы он распарился И был приятным к употреблению Пока я соберу все сухие ингредиенты Изюм будет уже готов Вместо изюма вы можете использовать ягоды Годжи или наоборот Добавить их сюда же Вот я высыпала стакан овсяных отрубей Я так понимаю, что они используют мелкие отруби Для начала Для того, чтобы можно было легче смешать все мокрые ингредиенты Также сюда добавила Две столовые ложки крахмала Чайную ложечку соли И чайную ложечку корицы А также чайную ложечку разрыхлителя Теперь мы это все Хорошенько перемешиваем Теперь приступим к мокрым ингредиентам У меня вот есть два яйца Которые вы можете взбить миксером Или вручную Как это буду делать я После этого мы добавляем сюда 100 грамм растительного масла Или если вы хотите сделать печенюшкой молочными 100 грамм сливочного масла А также сахар 3 четвертых стакана белого сахара И полстакана коричневого сахара Или сахар заменитель по вкусу После того, как мы все хорошенько перемешали Добавляем сейчас сюда наши сухие ингредиенты Которые мы отставили в сторонке После того, как мы перемешали С нашими сухими ингредиентами А также добавили 2 чайные ложки ванилина Мы добавляем теперь нашу овсянку Остальные 3,5 стакана И наш изюм Вот я добавила 3,5 стакана овсянки А также стакан изюма Теперь мы это все хорошенько перемешиваем И делаем наши печенюшки Вот так это выглядит в перемешанном виде Теперь руками или ложками делаем наши овсяные печенюшки И выкладываем на пергаментную бумагу Вот как выглядят мои печенюшки на пергаментной бумаге Руками, конечно, немножко липковато Поэтому я советую или столовой ложкой Где-то вот столовая ложка сверху Или если у вас есть дозатор для мороженого То можно его использовать Теперь я это все отправляю в духовку Уже разогретую на 180 градусов На минут 15-20 до золотистого цвета До скорой встречи Вот так вот выглядят наши печенюшки После 17-20 минут в духовке При температуре 180 Они еще горячевают И поэтому немножечко мягенькие Вот как они выглядят красиво Их можно даже приподнять Теперь надо им дать остыть Чем больше они будут остыть, тем более тверже они будут становиться И вот как видите, я близко положила Оно соединилось Поэтому делайте пробелы между печенюшками Дадим остыть и потом посмотрим, как это выглядит Вот так вот выглядят печенюшки После того, как остыли Они стали чуть-чуть тверже Вот так, если мы их разломаем Вот так вот они выглядят в разломе Очень приятный на вкус Со стаканчиком кефирчика или молока Приятного аппетита! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok